Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болтком. Это Балтийская международная академия. И в академии появился Серебряный университет. Я думаю, что многие об этом уже слышали. Кто не слышал, сейчас мы об этом расскажем. Я бы сказал, для Латвии такое уникальное мероприятие. Я бы сказал, программа или клуб интеллектуальной поддержки наших сеньоров. Валерий Евгеньевич, может быть, несколько слов об этом. Это какая-то программа совместная с Европейским Союзом. Вы знаете, да, для Латвии это достаточно в какой-то степени инновация, но не для Европы и не для мира в целом. Потому что вообще-то в Серебряном университете существует уже целая серия, как в европейских странах, так и за океаном. Ну, как мы к этому пришли? Ну, как известно, в общем-то, численность, доля людей пожилого возраста в составе населения большинства европейских стран мира, в том числе и в Латвии, в последние годы неуклонно увеличивается. В Балтийской международной академии, в здании, которое на Аламносов-1, значит, есть целый ряд различного рода культурных центров. Регулярно проводятся всякого рода выставки. И мы давно заметили, что самыми постоянными нашими клиентами, кроме студентов, являются те пенсионеры, которые проживают в этом латгальском предместе, рядом с нами. И что их энтузиазм иногда конкурентно способен с энтузиазмом молодых студентов. То есть, они задают вопросы на этих встречах и так далее. Ну, и вот это, естественным образом, навело нас на мысль о создании вот такого проекта «Серебряный университет». Почему «Серебряный»? Ну, дело в том, что это не наша выдумка, это уже сложившаяся мировая традиция, потому что это как бы связано с возрастом. И «Серебряным» он становится перед последним, золотым. Иногда еще их называют «Университет третьего возраста», но обычно все-таки в мире принято говорить «Университет серебряного возраста». Ну, это люди 60+, наверное, да? 60-65+, да. Значит, вообще, в самом термине вообще «сеньоры», который сейчас используют по отношению к людям этого поколения, еще использовался в Древнем Риме. Там сеньорами называли мужчин, которые достигли возраста, мужчин в диапазоне от 46, не знаю почему, до 60 лет. Ну, видимо, с учетом среднего возраста. Но стоящих на воинской службе. Только. Да. Да, и вот это взято все сейчас. Сегодня в большинстве стран вообще к сеньорам относят людей, вышедших на пенсию. Ну, разные критерии, там плюс-минус 5 лет. А вот, кстати, вообще это обижает. Мы ориентируемся на то, что это женщины в возрасте 55+, и мужчины в возрасте 60+. Вот это слушатели нашего серебряного университета. Что за темы вообще вы предлагаете для слушателей университета? Почему именно те или иные темы? Вот, может быть, несколько слов, Оксана Леонидовна, об этом. Да, конечно. Да, конечно. И таким для Риги очень важным культурно-образовательным центром. У нас работает несколько культурных центров. И, например, мы каждый год активно принимаем участие в Днях русской культуры. И определенная целевая аудитория уже привыкла к тому, что в Академии проходят различные мероприятия культурной направленности. И поэтому, конечно, большой круг тем связан с различными вопросами культуры, истории, литературы, искусства. И эта тематика вызывает очень большой интерес у сеньоров. Конечно, мы думали о том, что очень важно дать людям среднего и старшего возраста возможность почувствовать себя востребованными в современном мире, активно проявлять свою позицию именно в современных условиях. Поэтому, конечно, такая определенная часть тематики связана с компьютерами, с смартфонами. То есть мы хотим научить сеньоров пользоваться на каком-то таком элементарном, может быть, уровне, может быть, на более продвинутом, в зависимости от запроса, компьютерами, современными смартфонами. И это востребовано. Потом Балтийская международная академия, как вы знаете, находится в очень интересном старинном районе Риги, Московском фарштадте. И многие слушатели Серебряного университета, жители Московского фарштадта. И им очень интересна история города, история Московского фарштадта. И мы уже начали с этих лекций. И эти лекции провел блестящий доцент Константин Константинович Матвеев. И эти лекции вызвали огромный интерес. И, наверное, они будут продолжены еще и дальше. Ну, сегодня ситуация очень непростая в обществе. Довольно серьезные психологические проблемы существуют у многих, в том числе и у сеньоров, как мы все знаем. Поэтому еще одна часть тематики наших занятий связана с психологией, с тем, чтобы помочь людям как-то полноценно ощутить свое место в мире, чувствовать себя такими равноправными участниками социальной жизни. Я несколько добавлю. Мы поступили очень просто. Мы свои возможности сопоставили с пожеланиями потенциальных слушателей нашего серебряного университета. Составили список довольно обширный разных тем. Начиная с элементарных вещей, как заплатить автоштраф по телефону. И заканчивая «Одинокий ли мы во вселенной?», «Смысл жизни» и так далее. И этот список распространили среди тех, кто привык у нас появляться. Они поставили свои галочки и палочки. Мы обработали и получили рейтинг тем, которые интересуют большинство. И на основании этого и создали свою программу, с которой ознакомились. Мне кажется, что это для преподавателей такой интересный опыт. Почему? Потому что иногда у них очень много информации, которую даже невозможно в рамках их лекции уместить. А так есть возможность и аудиторию расширить, и себя показать, что называется. И, может быть, даже на какие-то интересные вопросы ответить. Не на оценку, потому что все равно все-таки обучение имеет определенный алгоритм. Вае Евгеньевич, что-то такое. Может быть, вопрос хотел задать. Мы потом вернемся еще и к Серебряному университету. Но все-таки, если мы говорим о Балтийской международной академии, как себя чувствуют вуз и студенты в условиях пандемии? Потому что я знаю, что очень много латвийских вузов делают такую программу двух видов. Все-таки часть лекций по-прежнему удаленка, так называемая, виртуальная. На отдельные какие-то семинары и конференции все-таки студентов собирают в аудитории. Те, кто вакцинирован, таких большинство все-таки. Что у вас? По какому пути вы пошли? Я знаю, что у вас много и иностранных студентов тоже. Даже если пандемия вдруг неожиданно исчезнет совсем... Ой, хотелось бы, да. ...то, извините, удаленное обучение в той или иной форме, в тех или иных объемах сохранится. То есть будет синтез традиционных форм аудиторного обучения и дистанционного обучения. Это нормально совершенно. Это уже называют гибридным обучением. Мы очень любим этот термин. Да. У нас все гибридное, включая любовь. Да. Так вот, значит, и мы тоже разработали технологию гибридного обучения. Основная идея ее следующая. Вот в силу того, что удаленно, компьютерно студент должен в значительной степени работать самостоятельно, то для того, чтобы он ориентировался в конкретной проблематике, у него сначала должны быть общие представления об изучаемом курсе в целом. Это основные ключевые понятия, это основные теоретические положения и так далее. И вот это лучше давать оффлайн, аудиторно, контактно, то есть face to face. А вот конкретные темы – это достаточно эффективно работать удаленно. Вот это наша основная идея, которую мы, в общем-то, уже начинаем реализовать, и в полной мере будем реализовать это, начиная с весеннего семестра. Здесь нет ничего оригинального, это абсолютно вынужденный ход, как говорят, и поэтому не случайно многие вузы так поступают. Надо сказать, не только в Латвии, но и за рубежом. То есть сегодня можно однозначно сказать, что возврата к традиционной форме аудиторного обучения в полной мере не будет. И не будет в полной мере дистантного обучения, даже если все-таки этот вирус будет продолжать на нас наступать. Да, но есть еще один момент, я бы даже сказал какой-то плюс. К примеру, вузы, я думаю, что частные, наверное, особенно, могут действовать более гибко и по приему студентов. В конце концов, можно какие-то там предметы на верстате и так далее, и так далее. Ну, нет, вы их скорее переоцениваете, господин Элкин. Знаете, академические свободы и автономия вузов, хотя, конечно, записаны большими буквами в материалах Болонского процесса, но как-то не очень они доходят до нашего Министерства образования и так далее. Понятно. Возвращаясь все-таки к Серебряному университету, вот, Оксана, что говорят преподаватели ваши, которые уже общаются с сеньорами, может быть, вам удалось с самими сеньорами пообщаться, что все-таки наиболее востребовано, чего они считают, что им, может быть, не хватает, потому что мы привыкли считать, часть населения привыкли считать, не хочется даже тему развивать, может споить бесконечно о самом лучшем мире, там, не знаю, советском образовании, да, по-разному может к этому относиться, но в любом случае очевидно, что сеньоры, которые, ну, учились уже, так сказать, давно, если они не получают дополнительное образование в процессе жизни, то понятно, что те или иные знания уже просто мало применимы в 21 веке. Может быть, несколько слов, так сказать, об этом? Да, конечно, уже становится немножко понятно интересы, какие интересы у аудитории, и вот Валерий Евгеньевич упоминал, что мы интересовались их мнением очень конкретно, мы раздавали анкеты, и сеньоры отвечали на вопросы, они выбирали те темы, которые им наиболее интересны, и выяснилось, что наибольший интерес для нашей целевой аудитории представляют вопросы истории, культуры и искусства. Вот те темы, которые, те темы из предложенных нами, которые вызвали наибольший интерес, это история московского форштата, старинного русского района Риги, о которой я уже сказала, это темы, связанные с русской литературой, ее место в современном мире, и темы, связанные с актуальными музыкальными событиями года. Ну, а может быть, это связано с тем, что все-таки сейчас в Латвии, прямо скажем, очень ограничена русскоязычная пресса, а эти люди, которые приходят к нам слушать лекции, участвовать в этих занятиях, они привыкли читать газеты каждый день, они привыкли смотреть телевизор, и там видеть своих любимых журналистов, своих любимых актеров, свои любимые передачи. Сегодня доступ именно пожилого населения вот к этому источнику информации на русском языке очень ограничен. И поэтому, конечно, они очень отозвались на темы, связанные с культурой и с историей, и на темы, которые позволяют им чувствовать себя то, что называется, субъектами культурной жизни Латвии современной именно. — Я так понимаю, что это не единственная такая вот программа или вариант поддержки пенсионеров. Мы успели буквально до эфира перекинуться с Вае Евгеньевичем. Он сказал, что есть такой даже дом для большой семьи, для сеньоров. Может быть, несколько слов об этом. Что это? — Извините еще раз. — Вот такой дом для большой семьи в Баговском крае. — А, вы знаете, это не наше мероприятие. Это, в общем-то, одно из... — Ну, в рамках поддержки сеньоров, да. — Да, да, да. Знаете, это, в общем-то, мы эту организацию, как некоторые другие, да. Вот, например, есть же общество «Альянс риских активных сеньоров». — Да. Очень активных, я знаю. — Очень активных. Так вот, как сказать, они, ну, наши потенциальные партнеры, да. Вот. Это доказывает только то, что, в общем-то, проблематика актуальна. Это актуальные социальные потребности. Дело в том, что все-таки научная медицина, которая позволила за короткое время продлить среднюю, продолжительность жизни человека на десятилетия, в отличие от традиционной, которая веками чего-то там рекомендовала и так далее, но эту проблему не решила. А научная медицина эту проблему успешно решила. И вот это приводит к тому, что вот это серебряное поколение, вот эти сеньоры, то есть люди в возрасте за 60, они еще полны активности, работоспособны. Более того, у них есть преимущества, очень серьезный жизненный опыт и так далее, и так далее. — И свободное время имеется, да. — Да, и, как правило, хорошее образование. Например, я полагаю, что я не читал исследований по этому поводу, но вот так на уровне здравого смысла, если оценивать научную грамотность, то вот, например, это поколение бумеров, как его иногда называют, то есть те, кто сейчас сеньоры, они научно более грамотны, чем, например, поколение Y или Z, то есть вот эти последние поколения. И в этом смысле они представляют собой социальную ценность, и общество, естественно, должно быть благодарным им за тот вклад в жизнь общества, который они сделали, и еще могут сделать. — Да. И мне кажется, что вот в чем вклад в серебряную институт и подобных каких-то мероприятий, может быть, как раз восполнить те навыки, которые в силу времени и современных технологий оказались, может быть, сеньорам не очень доступны, скажем так. Мы же сейчас понимаем, что даже если человек не работает активно, ну, к примеру, сеньор уже в пенсионном возрасте, тем не менее, все равно вот мы видим, что даже без смартфона ему практически сейчас не обойтись, или интернет-банка, потому что нет смартфона, ты не можешь закачать QR-код. Это, казалось бы, ну, подумаешь QR-код, но вот пандемия, она вот эти вызовы бросает. Это значит, человек должен или его дети должны ему купить смартфон, значит, к примеру, с помощью ваших лекций там воспоминять какой-то пробел в этих дигитальных технологиях, чтобы хотя бы он был мобилен, мог войти в магазин, да, вот сейчас иногда без вот этой технологии ты совершенно беспомощный, как-то ни странно, ты не можешь ни считать через интернет-банк, ты не можешь аутентифицироваться, ты не можешь ничего проверить, не можешь документы тослать, и вот, казалось бы, раз, и все, и человек остается полностью отрезанным. Да, это очень важно, потому что здесь вообще-то проблема из двух основных строков. Псих-барьеров, то есть, понимаете, это новшества, да, это очень радикальные. Наша психика инертна. Мы не можем так быстро переключиться, да? Да, да, нам кажется, что бумажка, она надежнее, чем и так далее, понимаете? Это первое. И второе, чисто технические навыки. Ну, это все достаточно реализуемо, достаточно реализуемо. Только нужно создать необходимые условия. Да, что касается преподавателей, что они говорят, это их каким-то образом обогащает, вот, потому что одно дело, когда, вот то, что мы говорили о Евгеньевиче, что вот есть студент и преподаватель, да, при всем уважении к студенту, но все-таки студент, он обучающийся, он в какой-то степени, простите, от преподавателя зависит. Ну, мы понимаем все эти взаимоотношения, да. Что касается, вот, действительно, преподавателя и синьора. Синьор пришел послушать лекцию в свободной обстановке, преподаватель вроде тоже ему ничего не должен. Как эти взаимоотношения происходят? Что говорят ваши коллеги? Ну, очень интересно происходит взаимоотношение коммуникации в аудитории. Я сразу хочу обратить внимание на то, что мы строим занятия интерактивные. То есть это не только лекции, когда преподаватель читает монологическую лекцию, а слушатели просто пассивно внимают. Нет, мы планируем занятия разные по форме, лекции, практически занятия, семинары, мастер-классы. Очень разные. И я могу уже сейчас отметить в самом начале, что наши синьоры достаточно активны. Они активно задают вопросы. Они ведь действительно, уже Валерий Евгеньевич совершенно справедливо сказал, что они уже очень много знают по разным вопросам. И они хотят эти знания углубить. Они хотят точку зрения выслушать друг другу. Преподавателям, конечно, это тоже очень интересно, вот насколько я вижу, потому что я присутствую на всех занятиях. Потому что уровень коммуникации, конечно, отличается от уровня коммуникации со студентами. И сеньоры задают другие вопросы. У них другое отношение к лектору. И лектору часто приходится как-то менять свою коммуникацию, меняться. Ну, нашим преподавателям это не страшно. К этому не привыкать. Это очень интересно. И, допустим, такие преподаватели, как Константин Константинович Матвеев, который рассказывал об истории московского форштата, естественно, вызвало огромный интерес. Люди там живут, люди много знают про каждый дом. И это была заочная экскурсия, когда мы все вместе прогуливались по историческому маршруту. И мне кажется, что Константину Константиновичу было не менее интересно, чем слушателям рассуждать как бы на равных со слушателями на историческую тему. Дмитрий Евгеньевич, понятно, что мы очень часто употребляем слово «поколение». Да, одно поколение, второе. Но у вас в какой-то степени, я бы сказал, уникальный опыт. Вы преподаете с конца 70-х, если не раньше. То есть через вас прошли, вы менялись, и студенты менялись. Вот сколько поколений. Сейчас уже поколение, как мы сказали, там, не знаю, Z или Y, 25. Вообще меняется поколение? Потому что кто-то из историков или психологов. Говорит, не-не, люди не меняются. Ну, какие-то обстоятельства меняются. Вот как они были там, не знаю, несколько веков тому назад. Мы только стали более цивилизованными. А все наши, не знаю, там, страсти, какие-то пороки, все осталось. Вы знаете, ну, в 91-м году два американских мыслителя, Штраус и Хау, вообще и сформулировали то, что сейчас теперь называют теорией поколения. То есть они создали такую... Они провели довольно обширные исследования, и, кстати, эти исследования продолжаются, и выяснили, что, ну, вообще, так сказать, поколение – это группа людей, имеющих один возраст, специфические особенности которых сформировали те события, которые происходили в течение их жизни. Поколение в социологии обычно 20 лет. И вот они стали классифицировать поколения, начиная с 1854 года. Ну, и отсюда вот то, что очень популярно сейчас, говорят, поколение Бумберов, Миллениум, поколение X, Y, Z и так далее. И так далее. Действительно, и Хаус, и Штраус достаточно убедительно показали, что всё-таки поколения различаются. Различаются. Правда, они усмотрели такую закономерность, что якобы имеет место цикличность. Даже в этом. Очень интересно. То есть, по существу получается, что через четыре поколения, пятое поколение начинает быть существенно похоже на первое. Ага. То есть, какой-то виток спирали. Несмотря на развитие технологий, там, науки. Совершенно верно. Понимаете? Но, в принципе, вот эти спиралевидные процессы характерны для всего мира, в котором мы живём. И тут Георгий Гельмегель был прав, когда формулировал свой закон «Отрицание-отрисание». И вот это, ну, знаете, там уже наработано довольно много. Об этом нужно говорить специально. Кстати, у нас есть одна докторантка, которая пишет частично об этом в своей докторской диссертации. Значит... О, так что будет ещё одно исследование, да? Ну, да. Правда, у неё эмпирический базис такой вообще там... Ну, три поколения она рассматривает, да? Так что отличия бесспорно существуют. Ну, это, в общем-то, наверное, и понятно на уровне здравого смысла и обыденного опыта. Разве мы не видим, что всё-таки, как ни крути, мы несколько отличаемся от своих родителей? И, что нам меньше нравится, наши дети заметно отличаются во многом от нас. А у нас, да, тем более. Да. Значит ли это, что всё сложнее находить общий язык между поколениями? Или не в этом дело? Ну, знаете, вообще этот межпоколейный психбарьер, конечно, это нечто реально существующее, да? Но, наверное, мудрость заключается в том, что этот язык просто люди должны находить, чтобы человеческое сообщество существовало и развивалось, боролось за своё сохранение на планете Земля. Да, в общем-то, бесспорно, тем или иным способом эти проблемы надо решать. Хотя они существуют. Вот мы говорим, понятно, что для человеческой жизни каждый год это всё-таки такая большая дистанция. Но вот мы живём в этой, мы опять возвращаемся, в этой пандемии уже два года. Ну, с точки зрения этой истории, это вообще ничего. Какое-то одно мгновение. Но вот значит ли это, что какой-то, не знаю, определённый отпечаток эта пандемия оставит? Ну, вот мы говорили, что помогла, если так можно сказать, пандемия будет вот теперь, уже происходит это гибридное обучение. Кто-то уже сказал, что вообще ношение маски, которое раньше, не знаю, страшило, целые были возмущения, как вообще можно в ней дышать. Сейчас уже об этом никто не говорит. Значит ли это, что ещё? Всё-таки пандемия какой-то определённый след оставит в нашей жизни. Значит, вот упомянутый мной Штраус и Хау, они как раз и считают, что вообще специфические особенности поколения формируют наиболее значимые события, происшедшие при жизни этого поколения. И они упоминают войны, революции и так далее. И пандемия, бесспорно, весьма социально значима, поколения. Причём, носящая глобальный характер для всей планеты Земля. И, естественно, это найдёт какое-то отражение. Ну, не прямое, естественно, косвенное, но он найдёт. Вот мы говорили параллельно с Серебряным университетом, вы сказали такую важную вещь по поводу, я знаю, что у вас есть и центр такой психологической помощи, да, или там поддержки, что он тоже пользуется популярностью. Извязательно ли это, что вообще, в принципе, ну, государство недооценивает или мало делает для того, чтобы люди эту психологическую помощь получали? И я так понимаю, что и программа психология, и БМА пользуются Балтийской международной академией большим спросом, да, у студентов, у абитуриентов. Вы знаете, да, у нас есть бакалавская и магистерская программы по психологии. Весь цикл практически, да. И, ну, вот мы работаем над созданием докторской, но это длинный путь и тяжёлый. Значит, в этом году мы набрали на 37% на психологию больше, чем в предыдущем. 37% – это очень много, да. Да, и, в общем-то, хотя психология у нас всегда была довольно значимой программой, но раньше она существенно уступала таким программам, как право, менеджмент, паблок релэйшн. Сегодня психология действительно востребованная программа. Вот туда приходят, и если раньше, в общем-то, там было почти как с филологическим факультетом. Одни девочки. Я помню свою преподавательскую деятельность, начинал на филологическом факультете Латвийского университета. Поточную лекцию читать захожу, захожу, 90 человек. Факультет невест. Все девушки и Миша Каменецкий. Это, правда, на Ильязе было. Да, он на Ильязе учился. На Ильязе, да, да, да. Так вот, в психологии тоже. Раньше вот это гендерное различие было весьма существенным. Сегодня это уже становится не так. Ну и, опять же, на это есть объективные причины. Вот понимаете, в конечном счете, хочешь быть счастливым, будь им. Важно же субъективное ощущение удовлетворенности с жизнью, а не только материальные показатели. Сколько съедаешь, выпиваешь, на чем ездишь, в чем ходишь и так далее. Понимаете? И вот, если бы психологи научились не только описывать и объяснять, но и прогнозировать психологическое состояние людей, то тогда экономика бы стала вторичной. Зачем? Производить нужно просто делать сразу всех счастливыми. От рождения и на всю жизнь. Это точно. Вот возвращаясь, наверное, к теме, с которой мы начали, это вот Серебряный университет. Оксана, насколько эта программа рассчитана? Может быть, кто-то сейчас услышит, захочет побывать на этих лекциях? Вот как это все происходит? Первый этап нашего проекта рассчитан на 10 месяцев. То есть мы начали. Мы планировали начать гораздо раньше, но помешала, опять же, пандемия, которую мы сегодня так часто упоминаем. Поэтому мы начали только в конце октября и закончим тоже в октябре. В принципе, время еще есть. Время еще есть, да. И, в принципе, люди, которые по каким-то причинам не знали об этом проекте, могут присоединиться к нему на любом этапе. Хотя мы предполагаем, что те слушатели, которые проявят активность и будут посещать большую часть занятий, получат сертификаты по окончанию университета. Вот, я хотел как раз спросить, да, кто не прослушали, да? Да, да, да. И хотел бы обратить внимание на то, что для наших слушателей это важно, как оказалось. Да, это был фактор, который очень многих мотивировал. Они проявили большой интерес к получению сертификатов. Ну, экзамена не будет, да? Экзамена не будет. Но многие задали вопрос, а что, вот это будет действительно документом образования? Да, да, да. И это такой фактор очень существенный. Такой сертификат, да? Как оказалось, да. Значит ли это, что тематика будет совершенно разнообразная? Да, тематика действительно разнообразная. И человек может выбрать действительно то, что ему интересно. Кроме того, мы и по ходу дела тоже учитываем запросы, потребности. И, в принципе, мы можем какие-то коррекции в тематику тоже вносить. Но здесь есть ограничения. Вот вы говорили об отношении студент-преподавателей, о зависимости студента от преподавателя, и о независимости слушателя нашего Серебряного университета от преподавателей. Так вот, вы знаете, действительно, такой категории слушателей, как сеньоры, у которых уже есть образование, жизнь, опыт, читать значительно сложнее, чем студентам. Они более критично все воспринимают. Которые должны сдать тебе экзамен. Да. Значительно сложнее. Поэтому, конечно, тематика разнообразная, мы предлагаем. Но мы пытаемся в качестве исполнителя тематику обращать внимание, в первую очередь, наиболее мощную нашу профессору. Наиболее способных и талантливых. Вот упомянутый сегодня Константин Константинович Матвеев, по-видимому, он вам тоже что-то читал. И мне читал, да. Историю права, да. Ну... Римского, да. Талантливый человек, безусловно. Безусловно, да. Талантливый и энциклопедически образованный. Да, да. Он готов на любой вопрос. Это правда, да. И вот наша задача... Ну, больше придется попать. Наша задача, значит, с Оксаной Леонидовной, в общем-то, в первую очередь, предлагать вот таких людей, да. Оксана, не могу вас не спросить, вот все-таки, как у филолога, насколько сильно изменилась и литература, я думаю, этот вопрос тоже могут слушатели задать, потому что иногда они не понимают, о чем пишут, зачем пишут, вот язык понятный, родной, но изменилась все, да не узнаваясь, или нет? Изменилась. Конечно, литература изменилась, конечно, книги изменились, конечно, писатели изменились. И, да, спасибо, это очень хороший вопрос, потому что, когда рассказываешь о современной литературе в аудитории, особенно если эта аудитория достаточно возрастная, это касается даже и учителей, а не говоря уже о сеньорах, то, конечно, их очень интересует, почему сегодня книги вот такие, они такие, к каким мы привыкли, почему сегодня вот такая тематика, которой раньше не было, почему язык другой у писателей, почему писатели позволяют себе много вольных выражений и так далее, и так далее, то есть очень много, это тоже, конечно, тема отдельного разговора. Шокировать читателя, да, да. И я здесь, я планирую тоже лекции по литературе, конечно же, и я уже вижу, мы уже видим, что они вызывают, эта тематика вызывает интерес, и я уже готова к тому, что как бы я здесь вижу свою миссию в том, чтобы как раз показывать слушателям, как относиться к этой новой литературе, как её читать, как её воспринимать более спокойной, в каких она отношениях с той нашей привычной традиционной классической литературой. Вот тогда вот так в завершении всё-таки обоим профессорам такой вопрос, успокойте, может быть, часть аудитории, которая апокалипстически настроена и говорит, ну, книга скоро умрёт, ну, я всё-таки надеюсь, что не умрёт. Конечно, нет, и кроме того, мы, между прочим, планируем подарить по окончании Серебряного университета вместе с сертификатами и книги нашим слушателям, и мы им показываем книги, которые выходят, вот, и даже, вот, например, читая лекции по истории московского форштата, мы показывали недавно вышедшую книгу латвийского русского историка Игоря Гусева «История московского форштата», они, сеньоры, были очень заинтересованы. То есть, книга всё время присутствует на наших занятиях. – Валерий Евгеньевич, а учебники или конспекты? – Ну, здесь тоже довольно радикальные изменения. Уже, в общем-то, классические бумажные учебники действительно ушли на второй план. – Ну, конспекты ещё остались, я знаю, что и Балтийская международная академия этим активно плотно занималась. – Вот, знаете, всё это приобретает сейчас, конечно, цифровой характер. Всё, всё идёт в цифре. Вот, это имеет большие преимущества. Например, курс лекций можно посмотреть в любое время. – По акте внести какие-то, да, преподаватели. – Да, более того, его можно не только прочесть, зайдя на сайт, но и увидеть изображение, потому что мы все лекции, в общем, не все, большинство пишем. Вот, они есть на сайте, в архивах и так далее. – Это, кстати, для ваших отделений в регионах очень удобно, да? – Что происходит? – Да. – Понимаете, у нас традиционно в системе высшего образования слабым местом была самостоятельная работа студентов. Вот, если в западных университетах, особенно, например, в британских, – Это вообще Овскор, Кемер. – По порядке вещей, да. – Знаете, там пару лекций в неделю, но ежедневная встреча, еженедельная встреча с профессором и беседа т.т.т. Что прочел, чего и так далее. И существенная доля учебы – это самообразование, самостоятельная работа студентов. Наши студенты к этому не приучены. К этому не приучают школы, к этому не приучали вузы и так далее. А вот, когда мы переходим на цифру, когда что-то можно изучать не обязательно в строго определенное время, а когда тебе удобнее, и не обязательно сидя в аудитории, а, возможно, лёжа на пляже в Турции. – Главное учиться, да. – Понимаете? – Да. – Но нужно уметь освоить информацию. Ну, во-первых, надо уметь найти сначала нужную информацию, уметь понять, что это достоверная информация, потому что это сумасшедшая проблема. И главное – уметь осмыслить эту информацию. Вот это сегодня выходит на первый план. – Ну, это совсем не значит, что преподаватели ленятся, самостоятельно образование студента – это вовсе не значит, что преподаватели не хотят преподавать, да? – Ну, да, конечно, это не так. – Преподавать дистанционно ещё, может быть, даже сложнее. – Ещё даже сложнее. – Чем в аудитории. Во всяком случае, там свои возникают тоже очень такие важные проблемы. – А вы знаете, вот опыт, когда вирус совсем разбушевался, и, в общем-то, мы перешли на стопроцентное дистанционное обучение, вы знаете, выяснилось, что вообще вести занятия по компьютеру требует даже физически больше. – Более затратно, да. – Понимаете? – Это все преподаватели говорят. – Да, да, да. Это очень-очень-очень. – Это сложно, ведь в конце концов преподаватель хороший, почти как актёр, если он не видит зрителей, не чувствует этой аудитории. – Это энергия. – Это энергия, это очень сложно, да? – Хотя чисто формально, вот это тоже как бы контактное обучение. – Ты же можешь у любого слушателя своего вывести на экран в любом масштабе, задать ему индивидуальный вопрос, посмотреть в глаза. – Ну, можно, но все равно не так. – Не так. – Не так. – Да, не так. – Ну что ж, будем надеяться, что ничто не помешает ни Серебряному университету, ни Балтийской международной академии общаться вот так вот с такой социальный контакт. Валерий Никифоров, Оксана Филина, большое спасибо. – Да, мы, у нас сейчас занятия идут по четвергам. – По четвергам, да. – В 15.30 в 16.00, на 24.00. – В 15.00. – Наши слушатели – это сеньоры Латгальского предмещения. Но если кто-то из другого района решит… – Милости просим, да. – Мы будем рады. – Спасибо. – Двери открыты для всех. – Спасибо. – Спасибо. Радио Болтком.